В Манеже на Подушкинском шоссе проходят регулярные зимние тренировки. Для юных футболистов, а их здесь занимается почти 70 человек, созданы все условия. По словам тренера, к взрослому полю с искусственным покрытием лучше привыкать с самого начала. Манеж, видите, какой шикарный. Самое главное, что в зимний период дети занимаются на искусственном покрытии. Это, наверное, более привычный вариант по работе с мячом в дальнейшем и меньше травматизма, потому что все-таки бывают проблемы в лет 12-13 переходный период, когда дети сталкиваются с травмами именно коленных суставов, голеностопа. Все это идет от занятий, резких переходов с твердого покрытия к мягкому или наоборот. Здесь тренируется несколько групп. Самым младшим 5 лет, самым старшим 7. Если сравнивать с системой школьного образования, то эти дети только готовятся сесть за парту. Как отмечает Александр Киричев, возраст для вхождения в футбол оптимальный. Сознание приходит, и хоть какая-то идет небольшая работа с мячом, потому что до этого возраста дети, ну, там, им сложно там с мячом в руках бегать. Помочь с тренировочным процессом пришел игрок постарше. 15-летний Константин Бадун в составе Одинцовской команды занял второе место на соревнованиях высшей лиги Московской области. Ему есть что рассказать начинающим футболистам. Самое важное, наверное, чуткость. Не бояться мяча, это тоже очень важно, чтобы головой можно было сыграть. Вадиму Прокофьеву 7 лет. Мяча он точно не боится. Готовится стать вратарем. Мальчик занимается здесь уже два с половиной года. Смотрит футбольные матчи и уже участвовал в школьных соревнованиях. Футбол ему очень нравится. По словам родителей Вадима, когда выбирали спортивную секцию, решать, куда пойти, на футбол или хоккей, предложили самому Вадиму. Сейчас мальчик нацелен на профессиональный спорт. Вице-президент Федерации футбола Одинцовского округа Евгений Сорокин тоже тренер. Работает с самыми маленькими. Важно не только научить, но и заинтересовать игрой этих детей. Им, кстати, Евгений отчасти завидует. В те годы, когда он сам пришел в футбол, интернета еще не было. Секций было мало и приходилось искать их самому по сарафонному радио. О комфортных манежах зимой тоже речи не шло. Играли на снегу. Просто было как бы... укатывали снег, играли на снегу. Но все-таки мы не играли тогда в футбол в таком возрасте, в котором мы сейчас тренируем ребятишек. Мы уже начинали играть немножко позже. Это было где-то 10, 11, 12 лет. Возраст входа в спорт очень важен для будущего футболиста. Фундамент хорошей подготовки, заложенный в ранние годы, сильно облегчает работу и тренировки в будущем. Чем быстрее ребенок начинает адаптироваться к мячу, тем больше у него потом шансов проявить себя на уже более высоких уровнях. Получается, ну, тут, наверное, берем объемом и адекватным отношением тренера. То есть тренер любит ребенка, да, объясняет правильно, дает ему часто работать с мячом. Соответственно, ребенок привыкает к этому. И когда он вырастает, у него задача становится сложнее, но он с мячом взаимодействует. И ему намного легче уже новую технику принимать более сложную, чем тем детям, которые с нуля пришли. По достижении 7-летнего возраста детям становятся доступны бюджетные места. Почти 40 юных футболистов, которые захотят связать с футболом свою жизнь, смогут заниматься бесплатно и представлять Одинцовский округ на соревнованиях. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.